Привет, друзья, с вами Кик, и сегодня будет видео о том, что детям больше не позволят играть в свои грязные игры с биткоином. Ну, там покупка оружия, наркотиков и всё такое. Потому что, как было в той русской песне, бать в здании. А если серьёзно, то что у нас есть? ФАТФ, Financial Action Task Force, организация, уже несколько месяцев работает над тем, чтобы подготовить новый пакет законов, которому должны соответствовать и использовать все компании, которые занимаются деятельностью в мире крипто. Это и эксченджи, это и кошельки и другие разные сервис-провайдеры. Так вот, этот закон, так сказать, называется, пакет законов будет называться Travel Rule. Что из себя это представляет? Смотрите, мы все уже привыкли к использованию Know Your Client, KYC закона. Когда зарегистируешься какой-то сайт, который делает что-то в этой сфере, они предлагают тебе пройти KYC. Также банки используют эту систему. Так вот, мы все привыкли к этому, но этого недостаточно. Если сейчас эксчендж знает или кошелёк знает своего юзера, то есть идентификация проходишь, да, вы даёшь ему свои данные. Сейчас новый закон будет также создаётся для того, чтобы, смотрите, к примеру, если из Binance отправляешь средство к своему другу на какой-то кошелёк, скажем, Брэд, да, то Binance и Брэд должны отменяться KYC. И с помощью этого создаётся полный дейтабейс всех пользователей, неважно, ты в Binance или ты в другом эксчене, то есть это дейтбейс, где все будут зарегистрироваться, все данные будут в одном месте. Кто за крипто, скажем так, за анонимность, за этой стороной, они все кричат, что это плохо. Ну, если честно, я не вижу в этом ничего плохого абсолютно, потому что трансперность и прозрачность всё равно есть, никуда не делалось, да. Плюс в этом в том, что многие с плохими намерениями деятельности или люди, они не могут спрятаться, да, за какой-то анонимный кошелёк. Для меня это хорошо. Я думаю, что вообще это правильная вещь. И тут есть ещё один нюанс. Если компания или страна не будет следить этим правилам, внедрить этот пакет правил, то они окажутся в блэклист. Так что это новая экономика, новая глобальная экономика, у него будут глобальные правила касательно криптоиндустрии. Думаю, что это тоже хорошо, потому что, к примеру, компания, такая компания, как Binance, больше не будет менять своё место из-за того, что не хочет пройти регуляции, да, и продолжать свою довольно-таки шуструю деятельность. Самое главное – это то, что FATS – организация, а Director Board, скажем так, да, президентство – это организации. Где они? Кто они? Угадайте. Это Америка. И плюс, поскольку это канал про Ripple XRP в основном, да, нужно заметить, что в Board of Directors этой организации также есть люди, по крайней мере, два человека из компании Ripple. Ну, Ripple всегда следует регуляциям. Вообще-то, Ripple и одна из компаний, которая делает всё, чтобы они работали побыстрее. Ну, и, конечно, ещё ждём законы касательно такса, налогов и некоторые законы касательно страховывающих инвесторов, скажем так. И касательно того, как легально не платить налоги в сфере криптовалют и вообще про много разных интересных вещей, подписывайтесь на мой канал в Телеграме.